Продолжение следует... Повестка, наверное, будет такая. Вначале будет так, на которой все знают, я сейчас просто повторюсь. А вторая часть будет у нас вопросы 7. Вместе с вами будет несколько вопросов, я не буду в правительстве. А сейчас, в первую очередь, мы подоставим пол на плечу, где получил, где получил. Вот такой красивый у нас человек. У него так много достоинств, что я не помню, поэтому я прочитаю. Это будет сильно интересно. Наши научные сотрудники в НИИ охотничьего хозяйства и зерноводства имени профессора Житкова Рос-Черехосакадемии. Член Крестерского Совета Комитета Государственной Думы по природным ресурсам, природопользованию и экологии. Член Комиссии по экологическому праву Всемирного Союза охраны природы. Вот такой у нас достоинств в этом докладе. Это представляет сумма, ну и при этом сейчас замечено. Я прочитывал то, что предельно... Сейчас, сейчас. Ну примерно, как у вас, но не больше часа. Большая просьба, ко всем, кто будет задать вопросы, называть свои общения. Чтобы было бы немного ориентироваться в нашем коллективе. Я знаю, что здесь примерно отводится час на все это мероприятие. И поэтому я попытаюсь уложиться даже, может быть, в полчаса или сорок минут. Потому что я надеюсь, что самое интересное это будут вопросы-ответы. И главное, что, может быть, кто-то потом захочет выйти и рассказать свои соображения. И просьба, кроме того, что называть свои фамилии, просьба тех, кто потом будет выходить, я надеюсь, такие люди будут, чтобы они выходили сюда и попали на видеокамеру, чтобы мы потом могли воспроизвести ваши предложения, соображения, замечания и так далее. Ну, все эти мои, там, и все прочие титулования, там, какие-то членства и прочее, я думаю, здесь никого в зале этим не удивишь. И самое главное, они не имеют никакого отношения к этой работе, которую я вам хочу сейчас представить. Потому что этой проблемой в нашей стране, я уверен, не занимался никто. И как курс философии охоты, скажем, философия и природы, например, такие курсы есть во многих западных университетах. А курсы по философии охоты не читаются даже на Западе. То есть такого системного дисциплины, структурированной, систематизированной, внешне обособленной, такое сейчас знаний не существует. И многие сомневаются, может быть, справедливо, возможно ли вообще философия растений и водства, философия охоты, философия скотоводства и так далее. Есть у многих сомнения вообще в праве таких областей знания на наименование самостоятельных областей знания. Ну и название, конечно, не подумайте, что оно претенциозное. Просто мы выбираем, Сергей Михайлович, самое простое, потому что все скромные и правильные были еще длиннее. Речь пойдет скорее даже о некоторых тематиках философии охоты, которые активно обсуждаются в мировом философском, экологическом и биологическом сообществах. Ну, я здесь расскажу о самом понятии философии. Здесь я буду понимать под философией не систему таких метафизических, онкологических, этических учений, концепций, представлений как-то в классическом философском понимании. А здесь скорее вот то представление, которое было у первых в нашей эре публикаторов Аристотеля. Они говорили, вот то, что составляет естественные науки – это физика, а вот все, что сверхъестественных наук, точных наук – это метафизика. И вот в этом смысле, кстати, совпадает выделение современных наук, дисциплин в западном науковиде и вообще восприятии научного способа познания, где науки подразделяются на твердые науки и мягкие науки. Это те, которые пользуются количественными методами, там четко проверяются, воспроизводятся эксперименты. В общем, науки, в которых влияние человеческого восприятия минимизированы. И мягкие науки, науки ценностно нагруженные, в которых решение и самопостановка задач сильно зависит от исследователей, в том числе и результаты. И вот, скажем, зоология считается твердой наукой, а экология – мягкой наукой. Вот в том понимании, которое я здесь сейчас буду использовать, философия – это все то, что не относится к твердым наукам. Мягкие и дальше до тех сфер, которых мы не знаем, может быть, не узнаем никогда. И хочу еще сказать, что у меня профессиональной философской подготовки нет, поэтому прошу строго не судить. Первая тема – зоологическая универсальность и иерархичность охоты. О чем здесь речь? Вначале скажу несколько слов о фамилии, которые указаны первой – Артека Игаса. Это испанский философ. Всем хорошо известный асосурологам. У него известна восстание масс, культурологам, организация искусства. У него есть несколько очень известных и авторитетных работ. В общем, это практически единственный философ такой классической школы, который посвятил самостоятельную работу, пусть и небольшую, охоте. Она называется «Размышление об охоте». И была написана в 1942 году как предисловие к книге одного португальского графа, которая называлась «Двадцать лет моя охота на крупных животных». И вот он написал это предисловие, и книгу графа давно забыли. А вот это предисловие было опубликовано отдельными изданиями и в Японии, и на немецком языке, и на английском, и на французском вышло несколько лет, но отдельные издания. И я буду здесь Артекию Гассета упоминать часто. И вот он выдвигал такой взгляд, согласно которому охота – это явление зоологическое, и она пронизывает всю зоологическую иерархию сверху до метра. И мы знаем, что и герологи, и зоологи часто употребляют слово «охота». Ну, везде хампинг, везде в научных исследованиях это употребляемое слово для обозначения добывающей деятельности различных животных. И Артека говорит, что наша человеческая охота – это просто продолжение этой зоологической цепочки, и в которой, он утверждал, всегда высшая охотится на низшего. То есть жертва всегда является организмом более низкого порядка, более низкой организации, чем птичник. Ну и здесь Илья Ильичников, тогда ему было 17 лет, он познакомился с трудами Дарвина, тогда единственным, наверное, на другом. И он ловил удар для нас тоже такое мнение, что, чем справедливо или нет, сейчас не буду обсуждать, что существа высшие организации всегда подавляют, охотятся на существ более низкой организации, что совершенство организма обеспечивает его превосходство. И Илья Ильичников, 18-летний студент, возразился, говорит, вот примитивная гидра ожирает дафнию совершенную, и это является не пиптоэксессом, социальным делом, а влюбляется постоянным способом мир питания. То есть вот эти уровни организации, они не жестко связаны. Но мы увидим дальше, что это и в человеческом обществе, и в отношениях полов, в гендерных отношениях, эта идея, она находит свое продолжение, и опровержение тоже. Прошу прощения. И гадиндоты более стивилизованные были как собаки за гонщиками, а белые стреляли в гужменов как как дичь. Это считалось, ну, абсолютно естественным, потому что они явно стояли на более низкой ступени развлечения. Ну и в конце небольшой анекдот. Джеймс Олоридж, писатель, всем известный, он в начале 20-х годов приехал из Австралии и оказался спутником Хемингуэя и Феджеральда, которые были друзьями и охотились в одном французском поместье. И вот Феджеральд хотел доказать Хемингуэю, что охота это не очень хорошо, и он настрелял гораздо больше дичи, чем Хемингуэя, забегал вперед и залазил на кроны деревьев, и стрелял, прямо стрелял в Хемингуэя и охотился на него. И Хемингуэя врядался, он уже не рухом в войне. И вот, если вот с такой прямой точки зрения подходить, да, Феджеральд является более высоко организованным, чем Феджеральд. Я думаю, что многие критики с этим согласились бы. Я просто это привел в качестве анекдоты, конечно, не в качестве полного года. Вот один из самых главных вопросов, решение которого предопределяет отношение к многим другим, это вопрос о том, является ли охота генетически накрепленным наследием животного, или это является благопределённой практикой, которая появилась уже после полу, как мы стали называть человека-человеком. Почему это имеет важное значение? Потому что, если охота инстинкт, то тогда она, в общем, не водится из сферы моральных оценок, потому что она, как бы, находится не в полном, не в полном контроле человека, не в полном его управлении. И вот этот, я его называю на Западе, правоохотничий привитимир, обеспечивает защиту, и кроме того, и от властных ограничений, право на охоту, поскольку оно считается принадлежащим естественным, ну, естественным правам человека, согласно доктрине естественного права, которое у нас в юриспруденции существует. Но если охота не была у нас привоследована человеком от предковых форм, то вот эта охотничья практика, значит, не имела и не получила генетического закрепления и может быть преодолена, как были изжиты калиболезы, где-то убийства, радства и прочая социальная архаика. И понятно, что долг о неохотничьих в прошлом человека активно использовался антиохотниками. Большинство исследователей, хотя, понятно, что большинство ничего не решает, большинство исследователей считают только способность наследия, животным наследием человека. Все, кто учился в Петербургской власти, помнят, мы прекрасно знали, что по Энгельсу, ну, огромный труд, именно охотничий труд сделал обезьянам человека. Многие современные антропологи поддерживают эту точку зрения. Вильям Лафлин, например, подчеркнул интеллектуально развивающую сторону охоты и говорит, что человек появился как охотник, отправная точкой его эволюции в становлении в качестве успешно охотящегося животного. Но есть авторитетные антропологи, которые считают, что существовал разрыв. Осбер, например, говорил, что гоминиды появились 4 миллиона лет назад, через миллион лет стали двуногими, охотиться стали еще через полмиллиона лет. То есть, что охота была приобретенной практикой, практикой, которую уже появившийся человек освоил в дальнейшем. Есть еще теория профессора Коршнева. Он был историком и занимался в основном Францией и периодами революции, бунтов. Но он получил в юности психологическую подготовку, и он придумал такую очень брутальную, на мой взгляд, концепцию. Он, как и многие другие, считал, и как многие считают сейчас, что человек был вегетарианцем, максимум трупоедом. Это связано с многими инструментами, находками, о которых сейчас быстро говорить. Но Коршнев считал, что у первого человека существовало, наоборот, табу на убийство, кого бы то ни было. И переход к охоте, он видел так, что психологически сильная часть популяции смогла снять такую внушаемую часть популяции, и они убивали животных для первой части. Ну а потом они, в результате, закатили Виховенского. Вот такая теория у Коршнева. Ну и естественно, естественно, что этот аргумент очень сильно федалируется и проохотничьими, и антиохотничьими исследователями, и публицистами, и пропагандистами. Еще скажу, что я однажды, академический духовник по мифологии народов мира, просмотрел насквозь по указателям охота, унофля, там, и все связанные с этими слова, выражения, именования, и не обнаружил ни одного бога, там, демиурга, триксера, какого-то, любого персонажа, там, высшей, нижней демонологии, который бы научил человека охотиться. Вот тех, кто научил гончарному сердцу множество, земледелию, там, металлообработке, и множество таких героев, и рыболовского даже, но охотничьи я не нашел. И, конечно, этот предварительный аргумент, потому что он не был документирован, формализован, но вот я планирую повторить это. Исследование, думаю, что это один, может быть, в случае подтверждения, одним из местных аргументов, в пользу того, что охота была наследием животных человека, что он не научился и в поле своей функции в дальнейшем. Вот проблема, о которой я сейчас хочу сказать, она у нас совершенно неизвестна, и она исходит из представления о том, что именно охота на крупных зверей, она стимулировала возникновение речи в общей вторую сигнальную систему и имела значение катализаторы резких повышения умственной способности и способностей коммуникации первого человека. У нас с такого зрения придерживались крупные исследователи, вот уровня психолога-академика Леонтьева и историко-академика Рыбакова. Они исходили из того, что именно охота на крупные пищи, она обеспечивала, с одной стороны, она была коллективная, требовала взаимодействия, коммуникации и так далее. И, кроме того, современные авторы, они говорят о том, что именно вот эта охота на крупные пищи, гамба, борьба, это является той средой, той деятельностью, тем занятием, которое обеспечивало глубокую связь именно мужской части населения с природой в отличие от женской. И вот это выражение, на ней не ставишь, звери стремительны, растения неподвижны, оно хорошо инвестирует на нас противницы этого взгляда, но оно хорошо стимулирует эти взгляды. И про охотники, сторонники вот этой теории того, что мужчина стал первым человеком, они говорят, что охотники только готовы пить лучника и корявые клешни женщины, которые копают корнеплоды. И я, как охотовед, могу сказать, и я думаю, что в рядах охотников или охотоведов можно судовозразить, что как раз самоловная охота, охота на мелких животных, она требует гораздо большего интеллекта, гораздо больших хольских способностей, чем охота-борьба, охота-гольба, охота-преследование и так далее. Ведь в самоловной охоте, ну здесь, при охоте на крупного зверя, ты его видишь, работаешь в удюльку, как говорят охотники с собаками, а при самоловной охоте ты должен поймать зверя, которого сейчас здесь нет, тогда тебя там не будет уже. И мне кажется, что это требует гораздо больших способностей к абстрактному мышлению, чем охота на крупных зверей. Вообще видовое разнообразие мелких животных больше, чем крупных. Существует огромное видовое разнообразие пищевых, пищевкусовых, ядовитых и прочих растений, которые женщина должна была сделать. Кроме того, уход за детьми, воспитание, поддержание огня и так далее. И с учетом того, что, как показывает сейчас, по истории питания, по астрологии питания, мужчины добывали не более 30%, ну, 20-40% мяса и даже не преобладающую часть белковой пищи в те времена. И учитывая это, мнение о том, что именно охота на крупного зверя, что она имела какое-то уникальное значение, мне представляется неоправданным и даже удивительно, что оно так долго держится и сохраняется в различных трудах, в том числе и научных. И я не буду сейчас здесь приводить, но и Монтэнь, и Финк, они говорили о том, что как раз вот с помощью ума, а не силы, осуществляется самолобная добыча, добыча силками, которая как раз вот менялась женщина, над которой не осталось материальных следов, потому что все это из подручного материала, на долгоречного делалось петли и прочее. И вот Данилов, это наша временная, сейчас уже покойная, годовец, который тоже говорит, что самолобные промысли интеллектуальные силы гораздо важнее, чем физические. И вот здесь все темы, они как-то пронизывают друг друга, я, может быть, не смогу этого выразить достаточно наглядно, но вот эта тема важных и неважных, высоких и невысоких охот, она продлевается во всей социальной и психологической и прочей его зрения. Вот, вы помните, когда Дон Кихот встречает рыцаря, всадников других берегов на Зеленом Плаще, и Дон Кихот, у него ненасытный героизм, он меньше льва, ему никто не интересен как соперник, а тут рыцарь, тоже идальго, пусть и невестородный, как и он, тоже идальго, дворянин, и он охотится с Рушен Тарьком и Манной Куропаттой. И вот, отлично, учтивый Дон Кихот, и он тут прямо весь игрокап «Ты можешь», это же очень начинает грубить, даже ему это отечественные детские случаи на протяжении всего романа, потому что он считал, что вот такая низкая охота, она просто не достойна Ларянина. И вот филинг, английский драматур, когда он делал переложение «Дон Кихот» в Британии, и у него там есть такие, я не помню, сделаю я с этапой или нет, но право нет, и он говорит, что, ну, вкладывает в Устат Бон Кихота в Британии, значит, примерно такую фразу, что да, охота — это отличное занятие для джентльмена, но человек, который способен деньгинской ходить за Куропаткой и Фазаном, лучше послужил бы своей стране, идя за плугом. То есть, эта вот охота, она, ну, не достойная. Он, Платон, точно так же говорил, что охота на птиц не достойна свободно рожденного, и лучшая охота — это псовая, кромная, значит, на четвероногих. То есть, ни в коем случае не на птиц. И действительно, вот эта вот псовая охота, ну, мы всеми военными исками стали, многие, наверняка, читали Дриянского. Вот эта экзальтация, которая сопровождается псовая охота, тем более комплектная, большая, и, конечно, она у многих писателей, даже не склонных, как вот и вообще, и воодушевлением связанным с ней, она даже у них называемый «Блажебный Агустин» писал стоя, что только полная псовая охота способна свернуть дороги, если не мои ноги, то мое сердце. И я просто, чтобы уложиться время, не буду. Вы знаете, Владимир Сергеевич Силарьев — это наш религиозный философ и поэт, и Алексей Степанович Комяков — один из известнейших охотников, тоже религиозный философ первого ряда каких-то российских мыслителей. Вот они по времени не совпадали, но Гердяев тогда говорил о них, он говорил, что вот когда на Соловьева найдет брусь, и он ее взлелеет до большой тоски и выльет мрачными стеками, а когда на Хомякова найдет брусь, и он в седло борзых и гоняет зайцев на сибирь ее развеивать. Вот два разных подхода. Ну и, естественно, Соловьев, воспроизводя канонические тексты, он говорил, что пышные охоты, японские рестания, они меняются в добродетель любви. В общем, как и вот в церквях вообще, выльют, в общем, против всех увлекательных охот. Вот у нас, скажем, Маконон запрещает свечение контролития крови полностью, а в католической церкви там более свободно там и писку перешают, и во всяком случае запрещается только участие в пышных охотах, вот именно в таких церемониальных, увлекательных, завлекающих. Ну и скажу еще немножко, что вот Том Кихот, если помните этот эпизод, когда замориного этого льва в сплетке везут, и он решает с ним сразиться, заставляет открыть дверь, и даже бросает копье, лев заморин долгой дорогой, он долго бросает копье, его с мечом и со своим дельтазиком, он поступает к зверю и вызывает его на бой. Ну, лев так и не вышел, но вот сейчас вот эта практика называется консервированной охотой, когда звери, ну, мощного льва, там, и копытных животных, их сознательно перевозят на дальнее расстояние от местного охота, накачивают специально препаратами, чтобы ослабить реакции, ослабить активность и так далее. Это называется охотничьи консервы, консервированной охоты. Вот, Том Кихот, ясно, тут основоположникам не было только по технике, а так он уравнивал шансы и на самом деле воздвигался опасности. А вот, если вспомнить и Тарталена из Тараскона, который в основном льва застрелил уже из мощного карабина, вот это уже, как бы, четкий символ многих современных охот, которые, с одной стороны, воспроизводятся как извращение, а с другой стороны, подставляются осуждению как извращение и международными организациями многими охотничьими. Ну, о связи охоты и войны я веках всякий читал, и в самых древних римских и греческих источниках в них эта связь постоянно подчеркивалась, потому что часто один и тот же человек был, ну, тот же Ксенофон, например, он был и военачальником, и текларком, насколько помню, и охотником, и писателем. И связь эта, он говорит, что охота, она дает молодому человеку понимание того, что такое приказ, что такое оставаться на месте, что такое начать движение и так далее. Ну, в общем, смысл как усовского смысл слова «прекрасно», значение границ в атаке или ах боевых колесниц. Вот эта связь, она подчеркивается очень многими писателями, в том числе и современные военачальники, которые говорят, что охота – лучшая подготовка на огонь бойца. Но когда… и в технической точке зрения это правильно, но когда начинают говорить, что охота – это воинственность, то есть какая-то повышенная агрессивность, то здесь возникают возражения у многих. Ну, и опять же, в качестве такого исторического анекдота я хочу привести одного из известнейших исходников XIX века – Сергея Евгеньевича Аксакова. Он был в 1807 году студентом Казахского университета, и тогда, вы знаете, Европейская война с Анатолионом была первая такая большая, и многие его однокурсники выписывались из студентка, потому что студентам нельзя было в армию поступать, они выписывались, подавали прошения об исключении из университета, чтобы пойти в армию. А когда Аксакова с Газани пошли с нами воевать, нам сказали, какая война, сейчас пусть полетит совершенно… И более того, даже когда находился в Торфе в России, он все равно на войну не пошел, сидел в поместье, охотился и занимался собаками. И вот Вошкар, тот же антрополог, он считал, что вот были люди вегетарианцами, трупоедами, и как только они научились охоте, это был золотой век, мирное время, а когда они научились охоте, произошел резкий скачок деструктивности, и вот тогда-то начались все плохие вещи, что эта охота стала таким питательным субстратом для повышения агрессивности человечества. Но многие этнографы, этнологи и Эрик Фром обобщил большую часть их исследований, они подтверждают, что современные охотничьи народы это самые миролюбивые народы из народов скотоводов, растений и водов, охотников и так далее, что вот это мнение о повышенной агрессивности охотников не подтверждается. А в улице окажется... Посмотри куда-то, Саша, окажется, Сталин. Нет, не знаю. Нет, не знаю. А, ну вот, еще хочу сказать о животном наследии. Я взял вот тут двух родовиков, Николая Кумилёна, он в анифесте охотничьизма написал, что да, когда местовали немного лесные звери, но во всяком случае, ни от один того, что у нас есть звериного, вмен на неврастение лишь. Вот. И, как бы, то есть это животное наследие признавалось, субъективно, по крайней мере, но оно считалось здоровым, то есть оно, если его обменивать, его лишиться, то это прямой путь не к здоровью, а к неврастению. И вот Станислав Яжелесов воевал партизанам, вы знаете, польские наследники, и вот, ну, не буду воспроизводить по степи, да. Вы знаете, знаменитый атулок, книги о генсии «Так называемые для злого», он говорил, что внутренние истоки поведения охотника и бояса совершенно различны. Ну, у Химедония «Прощай оружие», там, если помните, старик, который охотился с огромным, с огромным энтузиазмом и интересом, но в людей стоял только по приказу. И он главный герой – подрывник, который охоту вообще не любил, а вот, как всякий доброволец там написано, прекрасно понимал прелесть, ну, хорошего взрыва, в общем, ну, убийства и так далее. И у них там, вот, недавно его внук уже, в Мингое, выпустил сборник, и он у него назывался «Охотники против солдат», то есть, что это разные люди совершенно. Ну, я, по-моему, укладываю все время. Это последние семь, хотя это примерно половина из тех тем, которые я способен каким-то образом, хотя бы, изложить. И, конечно, на этом маленькая часть, на самом деле, и гораздо больше. Потом… Вы знаете, наш известный культуролог, Мойзев, философ, он так… У него есть абзац в истории античной эстетики, который называется «Охота, кажется, в эстетике платона» или как-то вот так. И вот сразу такая охота, светоносная жизнь, любовь, пластическая фигурность и метод картин – вот единая и уже совершенно цельная картина платоновской эстетики. Он имел в виду не то, что у Платона действительно есть некоторые прям охотовические фрагменты в диалогах, где он описывает технику, охоты и прочие вещи, а то, что он этот термин, как метафору, часто использовал в своих произведениях. но при этом, при этом, при этом, Платон считал, что в его идеально здоровом государстве, где, ну, на самом деле, с нашей точки зрения, полно рабов, и который управляет с автономной кастой, он считал это касается здоровым, что в нем охотники просто не нужны будут, как и артисты, там, впрочем, всякие другие деятели свободных профессий. У Мура и компоненты, наиболее известных у нас таких утопистов, у них тоже очень интересная такая разница. Скажем, у Мура, занятие охотой считается, у них считается, что занятие войной и охотой нехорошо, поэтому война у них поручалась наемникам, и специалисты там швейцарцев подразумевают, и они, а военачальники были утопийцы, и они следили за тем, чтобы наемников погибало как можно больше, потому что, с одной стороны, ни котяев будет меньше, в результате, с другой стороны, платить меньше нужно будет. У Мура была вот такая мораль, и он говорит, что охота тоже плохая, поэтому нужно ее поручать рабам, но каким-то людям таким недостойным. А у компонеллы, компонелла пишет, на мой взгляд, и сегодня актуальные вещи, он говорит, что растения тоже чувствительны, как и животные, поэтому, если мы хотим жить, никаким быть лицемерными, мы должны есть и те, и другие, значит, охотиться, собирать и так далее. И, кстати, Бердаран Рассел почему-то считал вот этот фрагмент Думура таким выдающимся и очень сильным его полем. Мур Раблеев, он абсолютно демократичный утопист, у него в его идеальном монастыре, там охотничий парк, там всего вешано рогами, в общем, полностью такое охотничье хозяйство церковное. И вот, кажется, дальше я… Продвините, пожалуйста. Это вот одна из фраз, которая очень много цитируется и обсуждается в западной философской литературе. Я на нее видел много ссылок и трактованных. И, ну, причем, что у Макса Энгельса была совершенно разные личные языки. Вы знаете, Энгельс, он участвовал самим литературе в немецкой революции, получал ранения там, управлял саврикой, сранил девизм. А Макс сидел где-то, глотал в туре биотеках, заседал в заседаниях, там на улице задавный молочился, последователь был. И, тем не менее, вот у них по муризму оборит утро зажать в единую охоту. И на этом я вот эти шесть тем, мы потом вернемся в начало. Эти шесть тем я хотел только обозначить и сказать немножко о своей задаче. Вот я свою задачу ввяжу в том, чтобы привлечь настоящих серьезных исследователей, имеющих философскую подготовку и подготовки в других науках. Я ввел в этот век, заканчивал сельхозный институт. И те попытки осмысления охоты, которые я вижу, они, конечно, слабые, дилетантские и так далее. И даже на Западе я не вижу, вот единственное, немецкая литература мне недоступна, а там есть такая трехсотстраничная монография, диссертация «Сущность охоты», и было бы интересно ее прочитать, но она мне недоступна. А в англичной литературе тоже ничего такого существенного нет, поэтому мне хотелось бы, чтобы здесь был тот спор факультетов, в другом, не в политическом смысле, о котором Кант говорил, чтобы здесь за объяснение феномена охоты и фантомов не связанных, чтобы за них взялись специалисты разных специальностей и способов мышления. И в конце просто фраза, которая мне кажется наиболее содержательной, это Фром, которую считает социологом, психологом, философом. И еще хочу сказать пару слов о том, что у нас не исследованы совершенно со сведущей зрения наши отечественные мыслители. Я вот имею в виду не религиозных, а вот, скажем, Повстовского, Пришвина. Потому что дневники Пришвина недавно опубликованы, я это по цели начало читать, и у меня вот такое ощущение, что там могут найти очень серьезные вещи, потому что в первых я весь автомат уже вижу такие интересные мысли. Вот, скажем, там Бианки, например, в тренировке цитирует выдержку из дневников Бианки Старшего, и тот пишет, что как это любить и убивать одновременно? Я не могу разрешить эту загадку. Как можно одновременно любить животных и убивать их? Ну, правда, он тут говорит, что это загадка древнего Эдипа, да? То есть, ну, уже давно и культурологи, и гимнологи показали, что это совершенно разные вещи, потому что Эдип не знал, что убивает оса, не знал, что Женя сына матери. Да, здесь мы знаем, что мы, ну, кроме представителей некоторых конфессий, да, мы знаем, что мы дети природы, и поэтому тут эта аналогия не умеется разлом. Вот особенной надеждой я возлагаю на то, что мы и у наших исследователей, и у наших писателей, и мыслителей найдем что-то важное, и что совокупная работа специалистов в разных областях мы понимание феномена охоты можно сильно продвинуть. Вот на этом я закончу и просу вам задавать вопросы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Пожалуйста. Вопросы. Ну, Тимбезе, вы пытались задать? Вы не можете называть свою фразию? Дефиницию вашего философия? Нет, не пытался. А вот на нас это начальник? Ну, я думаю, что это задача не моей подготовки, но не моего образа подготовки. Ну, и потом я оговорился, что я имею в виду не философию в классическом смысле, а то, что... Нет, это хорошее название. Что за пределами... Ну, я отдаю себе в этом отчет, то есть я просто в порядке постановки вопроса, как бы, это доклад. Я не знаю, что 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 я не знаю. Носов, Игорь Николаевич, Георгий Рамов. Я хотел бы лучше сказать. Вот здесь то, что вы рассказываете, действительно любопытно и вероятно эту задачу, и этот вопрос надо разрабатывать, потому что тут не только любопытно, но и имеет прикладное значение. Вот вы дошли до какого-то места в современности, подходя все ближе и ближе. А вот, как бы, вопрос в связи с движением, как бы, общества и, как бы, в этом обществе место охоты, оно как-то здесь в какой-то момент остановилось, и вот современный, так сказать, особенно нынешний такой очень интенсивный этап в каком-то подходе к философии, вот здесь не очень отражен то ли наши, и зарубежные философы и те, кто к этому имеют отношение, на эту задачу еще не смотрели, но она крайне любопытна, потому что вот сейчас вот, если посмотреть на наше сообщество, да и вообще молодая охота у нас как-то стала поменьше, лучше она такая, как вы говорите, молодая охота, такой праздничный, я бы сказал, даже шоу-дефект. А вот здесь большая часть посидит те, кто работал в ладья охоты, видит то, что вы говорили, от прежних времен какой-то действительной философии, какой-то элемент такой, от которого, лучше сказать, вхождение в природу, вот что-то вроде, и как-то от этого извлекает огромное удовольствие, а не добыча, как бы главный, вот это один, теперь вот, как бы расположение полов в этой задачи, я просто тоже хотел бы сегодня так, возглавляю в ведутые, а я вот просто наблюдение тоже любопытное хотел, близкое к современному, мы были на, вот, любая задача, еще не вместе, непопытная картина была. Вот мужчинам лежали на охоту, ну, у них выигр происходил там, когда очень большой сильный лед был, и, ну, немножко больше, значит, охотились, больше получали результата, чем следовало там. Ну, в женском начале, мне кажется, совершенно кошмарное количество. Одна дама была у нас на базе налоги, она видит, как хорошо ловится рыбка однажды, вот, ну, ехали наху, возвращаемся обратно. А у нас совершенно уже, по-моему, в глазах ничего человеческого не осталось. То есть мы вернула одну за другой рыбой, уже в таком количестве кошмара, при тамошке жаре, совершенно уже, ну, никакого отношения к здравому смыслу не было. Возможно, никакая интенсия, которая незамечена вот в этом соотношении, тоже в философии, и в самой непосредственной отношении. Да, ну, я, пожалуйста, с ним очень больше. Да, ну, вот я с вами не хочу сказать, как обычное научное сообщество, все-таки, на мой взгляд, это задача, и это исследование актуально, оно имеет свой такой геносологический, хорошую основу, и, на мой взгляд, ее непременно следует. Продолжается она часть нашей жизни, и она имеет совершенно объективное отношение человеческой философии. Мне кажется, это интересное такое выкровление. И мне кажется, да, наверное, стоит посмотреть таким маститым ученым, где, вот, у них есть все образования, какая-то историческая такая, значит, поводнение, даже так можно сказать. Ну, так что, мне кажется, это очень хорошо. Первый человек ходил на охоту на крупных животных, вот они, мужики, уже продвинутые, у них уже вторая сигнальная система, и вот он приходит в пещеру, а тут как раз в это время он же приручил собаку, и вот сидят два преданных существа с мерцающим сознанием, это женщина и собака, и вот он, это, долго остается один, и все такое. Он, естественно, феминистически ориентированный, они, конечно, против этого взгляда возражают, да и просто, мне кажется, здравым смыслом, во всяком случае, против продления этой аналогии в дальнейшем. И они проводят такую линию охота, смерть, некрофилия, секс. И они говорят, что вот, вот это вот средство, что это продление через охоту, сексуального доминирования, и когда охотники говорят, что, что зверь сам меня вот спровоцировал на преследование, и так далее, они говорят, точно так же говорят насильники, когда они насильничают женщин. И вот еще один элемент, сейчас наблюдается на Западе, во многих странах наблюдается рост доли женского населения в охотниках, и рыбаках, кстати, тоже. Но это объясняет некоторые тем, что угнетенная страта перенимает паттерны, перенимает модели поведения угнетающих их мужчин. В общем, вот такая есть еще концепция. Вот вопрос такой, можно ли вызывать темиемом охота вот те виды деятельности человека с первых времен, коллективные охоты, на выживание, то есть, на добычность, на пропитание и прочее, или, например, охоты, связанные с душным промыслом, вот у нас вот в Сибири особенно, в странах, или барские охоты такие, которые описал Толстой, или современная стрельба свыше по кабанам, прикормленным, одним словом. Настолько это законно, честно говоря, человек, потому что я в охоте всегда считал интересным вот то, когда что-то кипит, горит, когда ты хочешь добыть. А когда вот идёт частейше такое совершенно банальное убийство зверя, ни с лицом, ни с чем не связано, связано с деньгами. даже вот мы были у Павла Гусева, у него, в редакции, двигали эти потрясающие трофеи, и то, в общем, у меня сомнение большое, что он всегда рисковал, эти сотни там, голубь, гараник там, крокодил, и всё остальное. Это уже какая-то вина. Ну вот это, что-то не болезнь, в общем-то, вот такая. Я поэтому спрашиваю вопрос. В вашем исследовании, это, конечно, мое личное мнение, ну, надо, это разграничивать разные варианты, потому что водитель, чисто, ну, такие, животные, что ли, инстинкты добычи его, борьбы, вот это же. Современные немногие виды охоты, по-моему, не середины. Ну, и прежние тоже. Ну, здесь деление охотно подлинное и неподлинное, достойное и недостойное, это такая, это имеет длинную такую социальную историю, и эта вещь такая, чреватая разными, ну, плохими вещами, когда даже не буду вдаваться, в общем, но есть на грани маргинальные такие охотничьи вещи, которые уже на грани извращений, и самое главное, что они дискредитируют саму саму охоту. Вот охота в маленьких оградах, например, когда животному не куда деться. Ну, это и есть, называется, честное преследование, это честная игра, и многие международные охотничьи организации, они утверждают свои принципы надлежащей охоты, и они говорят, что мы не регистрируем трофеи, не считаем охотой гельные манипуляции, постановку животного в состоянии, в котором оно не может, в принципе, избежать угроз, методы охоты обеспечивают четверную добычьевость, и так далее, и так далее, то есть, и когда вот была, в Штатах, там, для людей седан была такая идея, через компьютеры, это, через компьютерные сети стрелять, там, оружие направляли, ты им управляешь, ну, как будто, и вот стреляешь, оленя, азотичный и охотничьи организации первыми против этого выступили, и разорили мужика, который уже разбил эту индустрию, и так далее. Есть вот этот трофейный подъезд, когда, когда люди ради трофея, он покупает, практически на ферме, покупает трофейного быка, его грузят в фуру, привозят к нему на участок, и оленя еще сходит в фуру, он уже не может утерпеть, он его стреляет, чтобы быстрее получить ему рога, это трофейный, то есть, вот против кодеков извращений, охотники должны бороться, и они борются, потому что это просто дискредитирует самоохоту в глазах людей. Но, есть такие пограничные ситуации, когда очень трудно это определить, и, ну, скажем, вот на Западе, ну, запрещены там, в США, в Канаде, запрещено, любое мокетоке на охоте запрещено, любые переговорные устройства, чтобы ты имел неоправленные преимущества перед животным. Вот, и, ну, есть вещи, которые, например, они разрешены для эволидов, да? И, ну, там есть, в общем, это такие тонкие вещи, но на стране к этому тонкому регулированию власть просто не приспособлена, поэтому говорить, ну, о чем-то приходится. Валерий Владимирович, я хотел сначала вопрос задать. Вы смотрели наших, хотя бы, отечественных исследователей, ну, Андрея Тимофеевича Голотова, например, до Аксаковского периода, которые имеют многотонные труды, но они не называются философией апостоль, но там очень много материалов, потому что, например, Голотов занимался всеми видами, скажем, досуговой деятельностью и лесоводством, и садоводством, и охотой, и организацией там в Тульской губернии царских охот, при этом писал стихи и так далее. Вот, ну, скажем, философия охоты Голотова, это отдельная тема статьи, есть голодовские чтения, статьи у них в музее. Я думаю, не так уж совсем все обстоит, что о философии охоты трудов никаких нет. Вот прям под таким названием, очевидно, вы правы, но вот многотомных трудов Голотова, я уверен, много вариантов. И второе, что сразу тоже, вот, ну, не в качестве спора, а в качестве заполнения, почему бы я не развязывался размышлением, это этнологи, потому что этнологи, антропологи, там же тот же Миклуха Маква или Крашенинников, вот я прям вспоминаю картины сравнения охоты камчадалов и традиционных для Крашенинникова, приехавшего на Камчатку, Миклуху Амахоты. Мне кажется, там очень много философских сюжетов, таких интересных, ну, и Арсеньев и другие, да? Вот, это вот в качестве просто дополнения, как бы, русского материала, потому что у вас, пожалуй, Аксаков, да, и вот славянофилы, которые, конечно, очень много об этом писали, а уже не рыбы трактаты, да, у них были и об охоте тоже. И это просто, мне кажется, не литературоведческие, а вот с ваших позиций можно перечитывать и делать. Ну, и одно, может быть, замечание такое, что, конечно, ведь у каждого охотника есть своя философия. Один из смыслов термина философии философия – это мировоззрение. И вот я, как охотник, и вот коллеги, которые выступают, мы же тоже имеем свою внутреннюю имплицитную концепцию охоты и так далее. Это тоже очень интересная тема, такая психолога-философская. Мне кажется, этим интересно заняться и применительно к великим охотникам, и применительно просто к нашим повседневным вещам, включив те разделы философии охоты. Как вот вы говорили, этика, да, сейчас, биоэтика – это всё, эстетика охоты. Это философские разделы. Мне кажется, это очень благогатива ваша. Она будет в дальнейшем. Сергей Павлович, если покрупно говорить, есть ли сегодня серьезные аргументы, оправдывающие любительскую охоту? Вот по-вашему. У вас аргументы, позволяющие нам охотиться в серьезном? Я считаю, для любой человеческой деятельности должны те, кому это интересно, искать аргументы, почему её не осуществлять. Ну, то есть, если люди чем-то занимают, значит, им это нужно. И они это могут делать, в общем-то, без объяснений. А вот те, кто против этого, вот они, мне кажется, им стоит искать аргументы, почему бы мы не должны этим заниматься. Ну, и пока я серьезных аргументов, ну, с той стороны, я не вижу. И когда я вижу на знаменах вот темно-зеленых гуманьяков, а слово гуманит плюс маньяк, значит, когда я вижу на их знаменах шоу, там, то, Генри Таро, ну, таких авторитетных людей, да, я начинаю читать эти влюбия и вижу, что он совершенно не так обстоит, где на лошоу. Он вообще вегетарианец, известный такой, ну, может, и опротивник охоты. Ну, вот я нашел его изречение 2014-2015 года в предисловии сборнику «Кровавый спорт». Об охоте трудно сказать что-нибудь точное. Гуманитарию легко морализировать против нее. Любой восторженный сторонник может распространяться о восхитительно свежих наслаждениях и достоинствах из нее проистекающих. Но ни морализирование, ни восторгение опираются на факты. Действительность факта решительно им противоречит. Ну, то есть не такой, это, ну, не такой шоу примитивный антиохотник, как его хотят изобразить современные зеленые. И я к тому, что, когда мы увидим одни серьезные аргументы, мы будем искать контраргументы. Ну, у нас такие охотники слабые очень в России, а на Западе они более изощренные ребята, и поэтому на Западе может быть и более все-таки развито вот это философское охотничье направление, потому что они вынуждены бороться с более сильным противником. Так, ну… Можем сказать два слова. Логиня Фредерик Сергеевич, я пенсионер и охотник любитель. Знаете, мне кажется, что вот… я не такой искушенный, как большинство аудитории здесь, но ваша работа очень ценна и очень актуальна. И очень хотелось бы, чтобы какой-то материал появился в охотничьих журналах, чтобы его популяризировать. Обязательно. Вот… Вопросы экологии имеют колоссальное значение, очень актуальны. Решается как правильно, а неправильно. Охотники – это наиболее активная часть общества. А пусть она маленькая. Охотники-любители – это люди думающие. Охота – это страсть, это прекрасный спор. Кому-то нравятся лыжи, кому-то нравится телевизор, кому-то нравится бродить по пояс в снегу. Вот. Но это люди, которые активно общаются с природой. Вот здесь как раз была такая цитата. Которые чувствуют себя частью природы, ну, по крайней мере, на несколько часов, а то и на несколько суток, если повезет. И люди не могут не задумываться о том, что творится с нашей природой. И, конечно, вот этих… для этих людей очень важны вот ваши выводы и ваши посылки. Потому что вот то, что я здесь услышал – это прекрасное вот направление, понимаете, для людей думающих и для того, чтобы их разрабатывать. Вот. И мне кажется, что обязательно это нужно популяризировать, прежде всего через охотничьих журналов. Так что вам большое спасибо. И у вас большое будущее. И надо, конечно, чтобы мы, охотники рядовые, знали об этом. И в мире всем участвовали. Может быть, я надеюсь, вот у нас в институте этого нет научных программах и так далее. И вообще, я думаю, что ни в одном у нас научном учреждении нет таких программ. Я вот надеюсь, что кто-нибудь из Калифеев возьмется и вот эту тему он начнет разрабатывать такими… Открытие Турчество было. Может, вы везде с ним рассказали двухтонник? Нет, реально. Ну, я посмотрел на каких авторов слайд, очень узких тут. Биасперс там, ну, в общем, такие… Немцы изолированные от англоязычного мира и англоязычные от немцев. Они друг друга меня переводят. В целом, Елизавета, хотелось бы отлить, прокомментировать немножко этот двухтонник и задать вопрос. Сначала, собственно, о химском металле двухтониках. Я сама, Владимир Владимирович Улья, ознакомилась с тем, что представлено в этой книге. К сожалению, ее перевод вряд ли поможет нам осознать и как-то разработать в дальнейшем. И вряд ли послужит каким-то качественно новым толчком к развитию. Потому что это все-таки больше даже не столь философский, сколько социологический труд. И, действительно, довольно простых рук авторов попытка объять принципы необъятное, начиная с древнейших времен до наших дней. Да, это тяжеленный, огромный кирпич, но, тем не менее, с ним полезно ознакомиться. Но перевод ему, используя его как единственного источника, на котором мы будем все дальше ориентироваться в плане философии охоты, ну, вряд ли имеет смысл, потому что иначе будет записела и сделала. И хотелось бы задать Сергею Павловичу вопрос. Он будет касаться того, какие... Вернее, даже я, наверное, не с того начала. Вот вы нам сегодня представили большое количество цитат из различных авторов. Свои комментарии какие-то цитаты. Но проблема в том, что они были довольно мозаично объединены, и немножко как-то непонятный остался момент о том, что, может быть, существуют какие-то концептуальные вещи, свойственные для западной философии охоты и для отечественной философии охоты. Я пока вижу только тематики. И то есть она... Эта отрасль знания, область знания, она не систематизирована, она только систематизирована. И то, ну, даже Артега, например, он сказал, что я не способен. Он говорит, во-первых, есть загадка смерти. Во-вторых, ну, мы плохо знаем, что такое смерть. Во-вторых, есть загадка животного. И когда эти загадки умножаются друг на друга, я опускаю руки, потому что, ну, это трудно строгим философским мышлением осмыслить. Я это говорил философ такого высокого очень класса. И я думаю, что моя... Ну, в общем, вся моя задача, это вот то максимум, что я могу сделать, это вот таким образом тематизировать. И, понятно, неполно. Ну, и сейчас, конечно, я только часть не вложу того, что я способен, а это еще маленькая часть того, что возможно на самом деле. И поэтому моя задача заинтересовать. И я себе больше задач не ставлю сейчас. Может быть, я просто задала этот вопрос. Может быть, просто что-то бросилось в глаза какие-то характерные вот такие у меня вообще? Нет, ну, несколько тем, которых у нас просто вообще никогда... Вот типа гендерных, например, у нас просто... Это вообще никогда не ставился такой вопрос. И о социальном значении охоты. И типа трагедия общин, например, да, у Хардина 60-е годы статья-то вышла, и огромный выгод на современность, о чем говорил один из участников. А у нас это не знает даже, что такое трагедия общин. И, в общем, ну, общая, общая, как бы, такая вот, немножко изолированность общественных. Я думаю, что достаточно уже... Сергей Павлович, я еще вопрос. Подведем итог. Короткий итог совершенно. Ну, то, что мы услышали, я думаю, что это очень новое, очень интересное и перспективное направление мышления. Вы с ним одним словом. Сегодня охоты находятся в таком, неорганизованном, в таком даже дезорганизационном состоянии, что нужны какие-то идеи, чтобы не множество эту суть отрасль и все эти понятия привести к какому-то вот неузумлению. Поэтому вот это первая мысль. И, второе, мы вам желаем успехов. И, что касается нашей секции, мы вас будем поддерживать по нашим сильным наградменистям. Всего вам доброго. Спасибо. Владимир Михайлович. Здравствуйте. В ответ на вопрос. Вместе ставим. Владимир Михайлович. Ну, конечно. Значит, я просто хотел напомнить, главный редактор, кто там новохотничьего журнала, Аршанский, я имею в виду, значит, как раз прозвучал про журнал, я сразу не могу так промолчать, точнее промолчать. Дело в том, Сергей Павлович, он через редакционного совета журнала активнейший автор, участвующий практически в каждом выпуске. И появление его в журнале вот и дало очень серьезный толчок нашему изданию. В нем появились серьезные аналитические материалы благодаря его переводам англоязычных специалистов, обзоры западных документов и прочее. В чем еще вот роль секции? Во-первых, спасибо большое. Главное, чтобы было понятно, а потому интересно. Вот я понимал, о чем речь, смотрел, и ясно, что открываются горизонты, желание искать, развиваться и смотреть больше и дальше. В чем смысл секции? Вот то, что здесь происходит в последние, так сказать, заседания нескольких месяцев, фиксируется на видеокамеру, в полном виде выкладывается на сайте журнала в интернете. То есть вот этот доклад, ну, через некоторое время можно будет прослушать еще раз, вспомнить. И в том числе сам вот теперь, я считаю, что Сергей Павлович, опираясь на свой доклад, на свои материалы, прослушав себя, посмотрев, сможет изложить это уже, написать пером, и из этого родиться... Нет, действительно, одно дело, когда ты пишешь вот такой материал сложный, многоплановый, сам, ворочаясь в своих мыслях. Другое дело, когда ты изложил, послушал мнение и сможешь подготовить более интересное. Что я вам желаю? Еще раз спасибо. То есть на сайте журнала и на наших страницах вот эти вещи, надеюсь, будут появляться периодически. Спасибо.